На конференции 207 делегатов, 152 приглашенных и почти 20 общественных организаций. Этого более чем достаточно, чтобы заявить о своем протесте и потребовать разрешения непростого вопроса. Крымские татары выступили с обращением к мировой общественности. Они не признают легитимность Конгресса, который хотят провести в Анкаре Джемелев и Чубаров. Такие мероприятия не могут организовываться без согласия крымских татар и должны проводиться на территории их родины, то есть на полуострове. Кроме того, собравшиеся на конференции возмущены тем, что решения о созыве Конгресса крымско-татарского народа в Турции принимают люди, которые утратили свои позиции в Крыму и работают в интересах другого государства. Крымские татары, которые проживают сегодня у себя на родине, они обеспокоены как своими проблемами, которые не решаются. Есть эти проблемы, никто их не скрывает, в том числе и власть не скрывает, так и теми действиями, которые могут опять нас вернуть в состояние противостояния этническое. И от этого хорошего никто не ожидает. Собравшиеся на конференции уверены, действия организаторов Конгресса направлены на попытку ввести в заблуждение представителей крымско-татарской диаспоры в Турции, а также испортить успешно развивающееся сотрудничество между турками и Россией. Отношение также со стороны крымско-татарского народа на общенациональном съезде крымских татар было высказано путем принятия определенных документов. Это обращение к президенту и к мировой общественности, к крымским татарам. Это отношение к так называемому Конгрессу крымских татар. На самом деле это антироссийское мероприятие, антироссийское собрание, которое, естественно, призвано объявить в первую очередь России гибридную войну. То есть это инструмент Запада, который использует крымско-татарский фактор как инструмент давления на Россию. Также Руслан Бальбек добавил, без широкого обсуждения с крымскими татарами, любое собрание с самыми громкими названиями и яркими декорациями не отвечают интересам крымских татар, а вписываются лишь в геополитические запросы кукловодов Джимилева и Чубарова. Собравшиеся на конференции также заручились поддержкой мусульманского духовенства. Муфтий Крыму уверен, в Крыму провокации не пройдут. На протяжении всего существования духовного управления мусульман Крыма, и в частности последние полтора года, мы всегда стремились к тому, чтобы на нашей родине в Крыму не было конфликтов, не проливалась кровь, чтобы люди, которые испытывали ужас депортации, жили в мире. И слава богу, по истечению полутора лет мы видим, что были на правильном пути. Поэтому и далее мы будем продолжать работать в этом направлении. Улыбки наших матерей мы не применяем даже на весь мир. Александра Пермякова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.